Всем привет дорогие друзья, с вами Александр и сегодня я расскажу о коляске, которая наверное одна из первых вообще на рынке колясок, которая составила конкуренцию коляски Babyzen Yo-Yo. Наверняка вы сейчас смотрите этот обзор, понимаете о какой коляске я говорю. Babyzen Yo-Yo это наверное одна из первых практически колясок, которая задала такой тренд выпуска колясок для путешествий, которые проходили вручную кладь, были очень компактными и эта колясочка была первой практически ее конкурентом. Там еще было что-то такое незначительное, но из серьезных брендов таких как Ricara это наверное вот она. У меня есть на канале обзор на предыдущую версию этой коляски там в шестнадцатом году или я уже честно говоря не помню, но давно и вот столько лет не было новинок у Ricara в этом сегменте и вот пожалуйста Изи Life Elite 2 называется колясочка. Давайте в двух словах назову ее технические характеристики. Производитель дает неплохую гарантию 2 года. Вес у коляски 6,9 килограмм, наклон сидений 110-165 градусов это мы посмотрим. Коляска вообще предназначена с трех месяцев до трех лет приблизительно и ширина колесной базы здесь кстати очень небольшая 50 сантиметров то бишь вы везде поместитесь проедете и как заявляет производитель максимальный вес ребенка который выдерживает эта колясочка 15 килограмм ну я думаю она выдержит и больше но написано 15 килограмм вот соответственно давайте разберем что это вот за зверь такой колясочка такая вот классическая большинстве колясок на самом деле в этом сегменте использует одинарные колеса здесь же у нас двойные колеса везде абсолютно стоят ну на самом деле это такая знаете она очень устойчивая ощущается поэтому я думаю не помешает ничего плохого в этом нет соответственно что касается ручки друзья здесь ручка у нас видите высоко расположена и на ней регулируется по наклону поэтому я бы невысоким родителям порекомендовал сначала примерить у меня сто восемьдесят сантиметров рост поэтому вот проецируйте как приблизительно будет вам точные характеристики вот эти расстояния от пола до ручки вот это вот все внизу по ссылке в описании на ферст баги магазина эту коляску пройдите посмотрите все в цифрах там есть вот соответственно ручка у нас испененной такой резиной приятная мягкая не скользящая держать приятно и удобно вот что касается материалов используемых в коляске здесь у рекора никогда не было проблем ткани всегда делают хорошие я не могу назвать их какие-то премиальными суперскими там дорогими нет это хороший среднячок приятный на ощупь они все защищенные с пропиткой водонепроницаемые но естественно дождь будет конкретный дождевик никто не отменял она в итоге промокнет но достаточно долго держит вот козырек соответственно размер вы видите он неплохой для такого сегмента также у нас есть смотровая кошечка с москитной сеточкой чтобы можно было ребеночка так посмотреть как у него там дела вот с этим все понятно давайте теперь посмотрим на само сидение у рекора что мне нравится они заботятся о том чтобы летом ребенку было нормально и всегда делают материалы с сеточкой в матрасик который использован здесь который можно снять он с сеточкой само сидение потом если вы матрасик уберете тоже сеточкой поэтому спинка дышит лучше меньше преет мы же наверное в теплые края будем ее брать правильно она же как бы для такого теплого времени года поэтому это очень очень актуально что касается безопасности классика 5 5 точный ремень мягкие накладочки везде и на паховой зоне также у нас есть откидывающийся калиточкой сторонку для удобной посадки бампер обитый тканью мягенький такой ребенок об него маловероятно что травмируется теперь давайте посмотрим на сиденье про наклон здесь у нас система с ремешками нажимаем две кнопочки и тянем вниз все открыли вот таким образом и подняли у нас под ножичку получаем до 165 градусов принципе для сна этого достаточно я думаю ребенок не будет здесь как-то дискомфортно себя чувствовать в общем сиденьем здесь все в порядке чтобы поднять спинку кстати можно откинуть вот эту часть и потянуть ее наверх или будет проветриться лучше у ребенка в сквозную вот чтобы поднять нужно потянуть ремешки здесь два ремешка берем за оба и тянем и соответственно спинка у нас приходит в положении сидя причем 110 градусов это столько сколько нужно ребенку чтобы не быть сильно не быть сильно заваленным назад и такая капитанская нормальная посадочка в общем сиденье у меня здесь в принципе вопросов нет давайте теперь посмотрим на шасси металлическая сборка хорошая но у рекора всегда с этим все хорошо все нормально и давайте проверим у нас амортизацию на колесах давайте проверим спереди антишок есть все нормально давайте взглянем сзади да сзади тоже есть что у нас багажником давайте заглянем внутрь и посмотрим багажник здесь для такого размера коляски в принципе достаточный аккуратный доступ адекватный в общем всякую мелочевку вы туда накидаете и насчет тормоза хочу сразу заметить здесь суперский выполнен тормоз отдельные две педали красная педаль у нас отмечена красным чтобы мы понимали что мы тормозим и нажимаем левую зеленую чтобы убрать тормоз соответственно пачкать обувь царапать вы не будете поэтому с этим все хорошо передние колеса естественно с возможностью блокировки вот эта блокировочка чтобы мы могли заблокировать колеса и какую-то неровность видите преодолеть мало ли где-то на югах будет плохая дорога или грязь какая-то мало ли что будет полегче в ее проезжать теперь давайте посмотрим кстати что в комплекте идет дождевик кстати будет идти в комплекте очень даже здорово так теперь давайте я сложу посмотрите на нее сложенном виде чтобы ее сложить здесь на ручке есть вот такая интересная система рычажок отжимаем и проворачиваем ручку вот как это работает отжимаем и вперед толкаем 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 и соответственно складываем вот как это в сложенном виде выглядит можно снять бампер предварительно и она будет получается чуть чуть тоньше но вот это вот расстояние приблизительно более плоской соответственно как по мне для путешествий самое она я не думаю что она большинство компаний пройдет вручную кладь потому что размер у нее не самый маленький сложенном виде но в некоторых компаниях должна пройти поэтому имейте это в виду рассчитывать что она везде проходит я бы не стал это мое мнение я не проверял ее точные размеры напоминаю ссылка внизу в описании есть там есть размеры и можно перед вылетом посмотреть на сайте авиакомпании которые вы летите какие там именно параметры ручной клади поэтому имейте ввиду вот собственно все всю информацию которую хотел донести я вам донес как по мне очень неплохой вариант причем цена друзья тут давайте так внизу по ссылке описание пройдете там увидите цену учитывающие учитывая нынешние такие вот цены высокие здесь очень приятный прайс за такой бренд как рекора поэтому очень рекомендую обратите на нее внимание и по ссылке внизу можете ее приобрести можете даже две какие-то коляски подобного рода выбрать и курьер привезет вам их домой 2 вы сравните посмотрите одну купите другую курьеру везет вот такой вот вариант чтобы не ехать магазин можно воспользоваться такой услугой в первой коляске соответственно добавить мне больше нечего я как говорится до брямс коляска интересная и относительно недорогая а выбор естественно делать вам если обзор вам полезен был интересен ставьте лайк подписывайтесь на канал и я желаю вам сделать хороший грамотный выбор коляска для вашего ребенка и удачи на дорогах